Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Вы заметили, что в последнее время в средствах массовой информации очень много говорят о молоке. Вернее, о качестве молочной продукции, о фальсификации в этой отрасли. Вот, казалось бы, как можно подделать простое молоко? Оказывается, очень даже можно. Я уж не говорю о таких молочных продуктах, как масло или творог. Здесь подделок больше, чем достаточно. Я сегодня тоже решил поговорить о молоке, развеять некоторые мифы и ответить на некоторые наиболее часто задаваемые вопросы. Ну вот, например, почему магазинное молоко при скисании не кислое, а горькое? Или почему деревенское молоко, так называемое молоко от коровы, по качеству гораздо ниже, чем молоко магазинное? На эти и другие вопросы я вам сегодня и отвечу. Вот так выглядит современный молочный завод. Идеальная чистота, минимум людей и отсутствие молока. Нет, молоко, конечно, есть, но оно в герметичных стерильных трубах и танках-хранилищах, чтобы исключить его контакт с воздухом. Поскольку именно из воздуха в молоко попадают различные вредные бактерии. На современных сельскохозяйственных предприятиях, откуда и поступает молоко на переработку, отношение к качеству молока не менее трепетное. Чтобы в молоко не попали бактерии, в имя коровы перед дойкой обрабатывают специальным раствором. И точно так же, как на заводе, молоко по герметичным трубам идет в танках-ладитель. Ну, конечно, полностью исключить взаимодействие молока с воздухом невозможно. Потому в молоко все равно попадают вредные бактерии. Но их количество строго регламентируется стандартами качества молока. И заводы предпочитают покупать у сельхозпроизводителя молоко только высшего и первого сорта. Даже от молока второго сорта многие отказываются, не говоря уж о несортовом. Ну, а теперь вспомните, как получают молоко в деревне, на частном подворье. Просто доят корову в ведро. Потом через марлю, чтобы отфильтровать попавшие в это ведро частички сена, а то и грязи, переливают молоко в банки. Это деревенское молоко по современным стандартам даже на второй сорт не тянет. Допустим, если хозяйка очень хорошо содержит свою корову, она ее любит, она ее кормит, то есть она ее моет, то есть молоко у нее качественное, вкусное. Но опять же, наличие всяких бактерий никто не проверял. То есть анализа на состояние этого молока нет. Все зависит от того, какая хозяйка. Но молоко, которое приходит на предприятие, оно подвергается тщательному анализу. Там не может быть ни антибиотиков. Точка замерзания должна соответствовать тому параметру, который заложен. Там не может быть ни кислотности, то есть большой. Оно не должно грязно быть. Оно не должно соматическими клетками быть. А представляете, вот допустим, заболела скрытым маститом корова. Вот у той же хозяйки. И этот скрытый мастит никак не проявляется, но все соматические клетки перейдут в молоко. То есть иногда неизвестно, что ты пьешь у бабушки. Предварительное быстрое охлаждение и последующие пастеризации, то есть термическая обработка молока, а затем вновь охлаждение, окончательно убивают все молочнокислые бактерии. Вот почему магазинное молоко долго не киснет. Ну, конечно, при правильных условиях перевозки и хранения. Ведь мы с вами покупаем молоко не на заводе, а в магазине. Ну, во-первых, как продукт поступал туда, да, кто его привез, в каких условиях. Сейчас лето. Это очень актуально, чтобы температура была, чтобы машина была с холодильником. То есть молочные продукты короткого срока действия, у нас, допустим, 5 суток, да, то есть они очень придирчивы к температурному режиму. То есть 2-4 градуса до 6 градусов тепла в этом температурном режиме должен перевозиться продукт. Тогда он на прилавок придет в том же неизменном качестве, который он был отправлен с завода. Но все же, почему при длительном хранении в холодильнике молоко становится не кислым, а горьким? Тут все дело психотрофных бактерий, которые не убиваются ни холодом, ни пастеризацией. Они очень живучие, а избавившись от конкурентов в виде молочнокислых бактерий, которые были уничтожены при переработке, они начинают развиваться. Там кисломолочных нет, а психотрофные бактерии, которые живут при минусах, да, и при 0 градусах, они развиваются медленно. И вот где-то на 5-7 день, если их там много, то они начинают белок разлагать до вот горьких пептидов. И поэтому молоко становится тягучее, горькое, но не кислое. Но это не значит, что в молоке химия? Нет, в молоке никакой химии. Это именно бактерии, которые могут попадать в молоко на ферме с грязной посудой, с водой. Но если санитарное состояние фермы хорошее, санитарное состояние завода хорошее, то такое молоко будет стоять очень долго, и оно не будет кваситься, потому что обработка и молочнокислые бактерии, они уничтожены. Если вы будете ждать, когда же молоко скиснет, но при этом хранить его будете в холодильнике, в закрытой таре, то вы кислого молока не дождетесь никогда. В итоге оно станет горьким. В холодильнике. Вот опять же вопрос в холодильник. То есть вот эти бактерии, которые скашивают молоко молочнокислое, которые у бабушки, оно же не пастеризованное молоко, они находятся, ну они врагами являются вот этих бактерий, которые горькое молоко делают. При холодных температурах молоко работает, которое горькое молоко делают, а при теплых температурах, которое кисломолочное. Вот если вы храните долго молоко открытым, то лучше его выставить на третий день на стол, и тогда оно скиснет. Там балочнокислые бактерии из воздуха возьмутся и сквасят ваше молоко. Понятно. Ну его нужно еще и открыть, значит, раз из воздуха не нужно герметично. Да, не нужно, потому что психотропные бактерии, они без воздуха могут жить. То есть вот которые вызывают горечь, они без доступа воздуха чудесно живут. Есть еще одно мнение. Зимой молоко на прилавках не цельное, а восстановленное из сухого молока, так как зимой цельного молока не хватает. Это не более чем миф. Так было лет 20 назад. Сегодня на современных животноводческих фермах сельхозпроизводители производят молоко равномерно в течение всего года. Восстановленное молоко, которое выработано из сухого молока, это тоже молоко. И в районах Крайнего Севера, то есть вы не найдете корову, которая даст цельное молоко. Но уверяю вас, вот в нашем регионе восстановленного молока, наверное, не производит никто. Потому что цельного молока, молока от коровы, достаточное количество. Теперь поговорим о молоке топленом. Говорят, что вкус и цвет топленого молока получают с помощью химических добавок. И действительно, такие случаи есть. И если вы хотите покупать молоко натурального топления, то внимательно читайте этикетку. Производитель обязан указывать на ней всю информацию о добавках. Ну и ориентируйтесь на цену. Топленое молоко не может быть дешевле пастеризованного. Это молоко, которое подвергнуто длительной пастеризации, то есть выдержке при температуре 95-97 градусов в течение трех часов. То есть это для предприятия не очень выгодно. Представляете, такую вот массу 10-15 тонн топить и держать. Но это энергозатратно. Но зато это молоко натуральное. То есть мы нисколько не лукавим, ничего не делаем. То есть у нас молоко настоящее. Но есть такие производители, наверное, есть. Недобросовестные. Те, которые добавляют карамельные привкусы и все. Но это на их совести. Думаю, что это все-таки на совести проверяющих организаций, которые должны все это выяснять. И уже этот продукт не должен называться топленым молоком. То есть натуральное топленое молоко просто не может быть дешевым? Не может. Теперь о вкусе молока. Бывает, что даже у одного и того же производителя молоко из разных партий разное по вкусу. Иногда оно сладковатое, а иногда совершенно безвкусное. Так добавляют в молоко какие-то вкусовые добавки, чтобы привлечь покупателя? Или нет? А вы знаете, что молоко каждый день тоже разное. Вот корова, вот утреннее молоко от вечернего, даже у одной коровы отличается по составу. Молоко – молоко. Это вообще продукт, который должен обладать сладковатым привкусом. И знаете почему? Там есть сахар лактоза. То есть она в 16 раз по сладости меньше, чем сахароза. Но лактоза, она дает вот этот приятный привкус. И если в молоке изначально очень много бактерий, которые питаются молочным сахаром, они его съедают. То есть изначально молоко не очень высокого качества поступает на завод, то оно не сладкое. Когда молоко высокого качества, высшего сорта, как у нас, то оно обладает вот этим приятным сладким привкусом. Оно должно быть сладковатым. Если оно не сладкое, то это или нарушение кормления у животных, или достаточно большое обсеменение. Тогда расширю вопрос. Что добавляется в молоко? Ничего. Не должно добавляться молоко. Молоко – это продукт, который создан природой. И там все находится в том виде, в котором нужно. Ну и напоследок просто рекомендация. Если вы покупаете молоко в магазине, то не затаривайтесь им впрок. Сегодня на прилавках магазинов достаточное количество натурального, качественного молока. И лучше купить его свежим. Вы знаете, вот процессы пастеризации, то есть они настолько щадящие, да, и они не изменяют нативные свойства молока. И поэтому пастеризованное молоко и вся продукция, которая сохраняет, ну не в первозданном виде белки, но в полезном виде белки, она краткосрочная. То есть в течение пяти дней, да лучше за день, торговли не может, и то есть и еще вчерашнее молоко, оно еще в корове. Но то есть в течение пяти дней наше предприятие гарантирует качество этого молока, гарантирует все микроорганизмы, которые у него присутствуют, все полезные свойства. Ну а чего его хранить? Его надо пить, есть. Сразу после рекламы я расскажу вам, зачем колхозу танки и пушки, а также о том, как водители и трактористы военную технику осваивали. Не переключайтесь, реклама закончится быстро, ровно через три минуты. Продолжаем программу. Фильм «Трактористы». Помните, ну где Клим Ярко трактористов в деревне учил на танке ездить? Ну, заочно, теоретически. Этому фильму 80 лет в будущем году исполняется. А идеи прокатиться по родной деревне на военной технике до сих пор в умах некоторых сельских жителей витают. А некоторые эту технику уже и освоили. 9 мая 2018 года. Село Семьяны. Во главе колонны бессмертного полка – военная техника. БРД – машина довольно современная, а вот ЗИС-5 и мотоцикл были выпущены еще в годы войны. В 1942 году. Местные умельцы их подновили, подлатали и сами сели за руль. Ну, ее пригнали с Москвы не так давно. Она там где-то стояла, насколько я знаю. Ну, вот, маленько до ума довели, завели потихоньку. Ну, конечно, она требует большого-большого внимания. Ремонта, конечно, надо ей конкретно заниматься. Хотим вот в этом году заняться этой машиной. Она, наверное, настолько неприхватлива. Никакой электроники, никаких проблем. Все можно сделать буквально на ходу. Что-то случилось, ну, беспроблемная машина, но, конечно, тяжелая. И, естественно, уже в наших условиях ни усилителя, ничего нету. Все это механическое. Ну, машина, конечно, с одной стороны, очень простая и очень надежная. Юрий Титов работает в местном сельхозпредприятии крановщиком. Как только в село привезли этот ЗИС-5, он тут же взялся поставить его на ход. Еще бы! Воспоминания молодости. С детства на такой работал. Я свою шоферскую карьеру начинал вот именно с этой машины. У нас за Волгой были только они. Возили лес это, ну, в каком году? В 60-х годах. Насколько я помню, ребята возили лес по 11-12 кубов хлыстами. Ну, возили это. И работает первая, вторая. Ноет, но едет, ноет. Скулит, но едет. А какой деревенский мальчишка в детстве не мечтал о мотоцикле? Но вот восстановить и проехать во главе парадной колонны на мотоцикле из Великой Отечественной – о таком в деревне и мечтать никто не мог. Где такой раритет найти? Но местному председателю это удалось. А уж умельцев на селе хватает. Олег Кошелев сам вызвался перебрать мотор и к празднику запустить мотоцикл в работу. Теперь планирует с коллегами всю остальную технику восстановить. Тут целый ряд только восстанавливать. Ну, будем потихоньку. Конечно, в 51-м будем. Газовет, газик 69-й. Будем. Когда председатель колхоза купил этот БРДМ-2, тут даже споров не было, кто на нем поедет. Андрей Королев два года служил на таком в армии. Как увидел родную технику, глаза загорелись. Сел и сразу поехал. Мы с вами не ожидали, с удовольствием. Они, ребята, вот на БРДМ, Андрей, служил в армии. Он ее, как увидел, у него глаза загорелись. Родная моя машина. Он ее сел, но он все управление знает. Остальные тоже, вот товарищ 72 года, он, считай, 50 лет назад на этой машине в армии был. Это для него было, ну, я не знаю даже. Вот как будто он, я посмотрел, в молодость вернулся. А третий, он с мордой, он посмотрел, все, я форму добуду. На будущий год я обязательно в этом мотоцикле пойду. Мотоциклу, конечно, ведь 42-го года, 76 лет мотоциклу. И он, ребята, восстановили, сделал. Да он на ходу, просто поршневая была под нож не вез. И сделали. И такая замечательная техника. Вся эта техника, а ее уже набралось десятка-полтора единиц, одних только пушек разного калибра, 7 штук, куплена на средства местного колхоза. Мечта у местного директора создать в селе большой парк воинской и трудовой славы, где будут аллеи с портретами ветеранов села, выставка военной техники и техники, которые поднимала в послевоенные годы колхоз. Ну, мы этим не останавливаемся. Сейчас этот парк у нас боевой и трудовой славы. Сейчас подготовили трактор ДТ-54 и плуг-труженик прицепной. Будет уже аллея орденоносцев, людей заслуженных колхоза. Ну, наверное, колхозную технику проще искать, чем военную. Я бы не сказал. Здесь тоже есть уже старую, то я с школьником был, помню. Универсалы было все. Потом все как-то это изрезали, металлом пролежали. У меня сейчас они стоят в глазах. Эта техника стоит в глазах. Я просто жалею ее. А все начиналось вот с этого самолета, который в начале 90-х подарили селу тогдашние шефы – Горьковский авиационный завод. Потом по случаю председатель купил полуторку, БРДМ, пушку. Так коллекция техники и начала пополняться. А потом уже пришла идея создания в селе парка. Заказали проект и потихоньку своими силами начали его реализовывать. Все сразу сделать не получается. Слишком большие средства на это нужны. Но потихоньку дело движется. В этом году на территории будущего парка проложили мощеные дорожки, сделали освещение. К 70-летию Победы установили новый монумент погибшим воинам. Часть военных экспонатов уже заняли свое постоянное место рядом с этим монументом. Эх, нам бы еще танк сюда прикупить, говорит директор. Но уж слишком дорого за него просит. Не тянем мы пока финансово на покупку танка. И танк, БТР нам нужно еще, БМП, вот эти вещи. Катер у нас вот Олег как раз видел, технику готовит. Он служил на подводной лодке. Мы или рубку, вот как в Кремле мечта. Он говорит, я все. Ну он кулибин у нас, понимаете, он сделает. Или катер поставим, речное дело. У нас несколько моряков есть тоже, ребята. Они загорелись этим делом. И мы разговаривали с военными. Скорее всего, форма старая сохранилась. Я сам служил, военная форма была, галифе, чеша. Они оденем классы, и вот как на Красной площади коробками. Мечта у них такая пройти. Сейчас эти ребята... В селе пройти. В селе, в селе. В эту патриотическую работу сегодня втянулось практически все село. Директор школы, глава сельской администрации, библиотекарь – это первые помощники руководителя хозяйства. Постоянно встречаются и обсуждают. Ну, что бы еще такого сделать для села, чтобы у местных школьников гордость за свою малую родину была? В августе месяце будет вахта памяти, Всероссийская вахта памяти. Там соберутся со всей России где-то около 800 человек, поисковиков. У них будет теоретическая программа, вот как раскапывать, как медальон открывать. И практику будут проходить они по местам боев. Кого вы туда отправляете? Учеников свыше 14 лет. Это самые достойные. Хоть берут они и поедут. Выделяем газель машину, едут они на это мероприятие. Август – месяц напряженный. На селе уборочное. А вот осенью школьники сядут за парты с воспоминаниями о Всероссийской вахте памяти. А местные мужики, поставив до следующего сезона сельскохозяйственную технику, начнут латать технику военную. Чтобы к следующей весне в колонне бессмертного полка этой самой техники прибыло. Пришло время нашей постоянной и любимой многими нашими зрителями рубрики «Клуб». Как всегда, в конце программы слушаем хорошую песню, а по возможности подпеваем. Друзья, я хочу исполнить частушки, но мне нужна будет ваша помощь. Номер не получится, если вы мне не подпоете. После каждой частушки нужно, не растягивая, сказать мне «Ну ты чё?». Пробуем, пробуем. Поехали. А частушки я исполняю нашего друга Владимира Егошина. Земляки, вы земляки, меня вы не осудите. Буду петь для вас частушки, только хлопать будете. Да я-то ничего, а буду петь, когда вечер. Молодцы! Поехали! А у кого жена артистка, у кого змея жена? У меня баскетболистка, очень видная жена. Да я-то ничего, мужики, вытаи все по плечу, ядрёная. А я по речке плаваю, да с разолюбезной клаваю. А причалить я не могу, с пакой муж на берегу. Да я-то ничего, а в этом деле я учу. Раньше девок угощали сладкими конфетками. А теперь по новой моде только сигаретками. Да я-то ничего, а наша мода табачок. А я пою для вас частушки, голосистый, как певец. Ваших жду, а проводится ментов, знаю сам, что молодец. Да я-то ничего, мужики, всех я ваших девок завлечу. А вы все чудо, чо? Эй! А за окном реклама светит ближняя и дальняя. Пейте соки, пейте воды, воды минеральные. Да я-то ничего, на праздник можно коньячок. А приходи, моя невеста, в огород за хатою. Покажу, в какое место я зарплату прятаю. Да я-то ничего, а покажу еще кой-чо. А я парнишка деревенский, неженатый. Третий день на громошке наигрался. Аж на девок взглянуть лень. Да я-то ничего, уж третий сутки играю устал. Все, пошел. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю на канале ННТВ. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни. Без прикрас. Увидимся. Всего вам доброго.